Друзья, всех приветствую! С вами Олег Димитров. Сегодня поговорим по чувствам, про сенсорику. И несколько будет такой разговор. Возможно, кому-то он будет непонятен и вообще не врубится, про что Олег говорит. Некоторые почувствуют и будет прям это мое. Я понимаю, о чем речь. И, возможно, для некоторых людей этот разговор будет полезен. Расскажу такую предысторию. Я, когда начал работать со своими чувствами, я для начала убрал сильные чувства, типа страх, обиды, вина, те, которые вызывали дискомфорт. Когда стало спокойное состояние, встал вопрос о том, как все это сделать, чтобы было позитивное состояние. Некоторыми техниками, которые я сам придумал для себя, за где-то месяца 3, я вывел с нейтральной позиции. То есть, если разбить шкалу от 0 до 10, 10 это эйфория, прыгла от счастья от радости, а 0 это совсем все плохо, хочу себя убить. У меня где-то была пятерка. Просто нормально. Нормально и это такое обычное состояние. Я, когда стал себя раскручивать на позитивные эмоции, довел до того, что они просто практически всегда 7-8. И без сильных колебаний, просто хорошо всегда. Я словил такой негативный момент. Был у подруги на день рождения, и у нее есть сын. А я обычно с детьми играю, и здесь я уже с ним играл. Я знал, какие у меня были ощущения до этого, год-два назад. Какие у него были ощущения. То есть, я это все уже проходил. И я его, начиная с ним контактировать, а у меня это все, я вижу, что у меня получается, как у робота. Пойдем играть. Кидай мяч. Еще сильнее. Такой вот командами. И я сначала сам офигел, потому что вот то общение, которое там пошло, оно было для меня очень интересным. Если со взрослыми это общение, оно как-то сильно не выделялось, ну потому что взрослые могут общаться чисто логически. Это, это, сделай это, сделай то. То есть, с детьми общение больше не логическое, а больше оно на передаче эмоций. А эмоции это чувство. И тогда я понял, что что-то здесь идет не так. То есть, то, что я искусственно чувства поднял, закрыло мне какую-то область. И мы сегодня будем говорить про сенсорику, про и считывание чувств других людей, и про передачу чувств от себя окружающим людям. Чувство это не только автоматика, про которую я рассказывал. Да, это тоже есть. Но чувство это и сенсорный орган. Некоторые меня поймут, когда они, например, идут по дороге и никого нету. И идет навстречу человек. И некоторые люди, вот если он даже смотрит в пол, то ты можешь все равно ощущать, что он смотрит на тебя. А некоторые идут, смотрят так же в пол, но ты понимаешь, что он не смотрит на тебя. Вот просто есть ощущение, что сейчас он думает, как бы пройти возле меня незаметно, или как бы не обратить внимания. А есть, которые, вот ты на них смотришь, и они могут смотреть вперед, но ты его не чувствуешь. Эта же штука наблюдается, и когда ты встречаешься с новым человеком, возникает просто ощущение. Он хороший, он плохой, здесь что-то не то, это интересно, какой-то, может быть, тревога возникнуть. Ну, то есть есть какие-то маркеры, которые непонятные, откуда они берутся, откуда у них ноги растут, но они вот возникают прям сразу. Иногда это на ситуациях, то есть ты, особенно это ярко проявляется, когда заходишь, например, в помещение, где никто не был уже давно, например, на чердак, и ты прям ощущаешь, что вот здесь другое пространство, оно вот другое. Вот я никогда не был в такой, у нас же так дух захватывает. Не потому, что там воздух спертый, если это чердак, там все проветривается, а вот оно другое. И вот некоторые вещи, они просто считываются. Я не знаю, как это объяснить, но вот когда перестает считываться окружающий мир, то, что у меня произошло, получается ты становишься таким, деревянным, железным, вот как робот, и действуя чисто по логике. Поэтому, возможно, здесь, конечно, слово чувство, вот к этой сенсорике, к считыванию и передаче, оно здесь не совсем применимо. Возможно, здесь нужно какое-то другое слово применять, но так как я никакого слова для этого не нашел, буду использовать или сенсорику, или чувство. С терминологией надо будет потом как-то определиться. Некоторым, может быть, будет, особенно мужчинам, будут вот эти примеры более понятны. Я, когда был в Индонезии, я решил попробовать, какие ощущения, когда занимаешься сексом с проститутками. И, ну, я знаю, многие мужчины это делают постоянно, у меня до этого не было такого опыта. И вот, когда оказался с проституткой, вот в момент, когда я кончал, вот тут же возникла мысль, буквально там через 4 секунды. Это худшая инвестиция в моей жизни. И дальше вот начали скрипсти кошки. Кошки начали скрипсти не по деньгам, потому что я, окей, хорошо, эти деньги пошли на опыт. Больше этого опыта у меня не будет. А кошки начали скрипсти так же, как и они скрипли у меня всегда, когда получались какие-то случайные связи с нормальными девушками. И причем вот ощущение на, ну, вот когда, например, происходит такой случайный секс, девушка может себя чувствовать нормально. Ты смотришь, а ей нормально, ей хорошо. А у тебя вот как-то не очень. Не потому, что там что-то технически не получилось, а просто вот внутренние ощущения, вот как бы внутренний компас показывает, что это какая-то херня. Вот какая-то, это вот ты сейчас зашел вообще не на свою зону. Здесь тебе не место. И вот это, когда я вот попробовал вот в Индонезии вот такой опыт с проститутками, у меня сразу стал вопрос, как мужчины это делают? Как кто-то каждую неделю ездит за платным сексом? Как это вообще можно? И вот сегодня у меня появилось осознание, мне попался клиент, у которого сенсорика, она развита, как я понял, она еще сильнее, чем у меня. И когда мы начали с ним прорабатывать ситуацию, я его прошу описать, что ему приходит там в голову, какие чувства, он так медленно отвечал, я думаю, что он тормозит? Может быть, у него какая-то там шум, голова чем-то забита? Нет, он полностью там вроде как, но очень-очень медленно. И потом только я понял, что когда я его спрашиваю про чувства, у него такая мелкая градация, он так сильно различает различные полутона, что ему приходится искать слова на каждое его ощущение. А так как слов таких нету, то получается это все очень сложно выразить словами, передать. И вот, а некоторые клиенты, которые мне попадаются, они у них прям вот, ну вот, градация, шкала очень маленькая. То есть там, например, серый, черный, то есть белый, например, цвет и черный. Хороший человек и плохой. Он вот встречается, он сразу там чувствует, например, хороший или плохой. у кого-то шкала побольше, и он чувствует такие некоторые оттенки, типа плохой, но притягивает. Так как все люди отличаются, есть вот люди, которые очень чувствительные. Вот они прям вот это ловят, ощущения, знаки людей, чужие чувства, просто могут понять, ощутить, как это. В противовес вот этой сенсорике, вот этим чувствам, конечно, вступает логика. И до этого я считал, что логика это самое важное. Что если вы хотите быть счастливым, пешным, общаться с удовольствием, вы должны быть прокачаны логически, у вас все должно быть вот прям расставлено по полочкам. Вот могу сказать такой пример. Если у человека логика сильно развита в плюс гордыни, то есть он считает себя лучше других, а логика часто приводит именно к такому, то отсюда вылетают, вылезают вот такие люди, как тираны. То есть это те люди, которые считают, что я лучше вас знаю, как вам жить, и я даже могу вам объяснить, почему вам лучше жить вот так, а почему вот этим людям следует умереть, например, как Гитлер. Евреи должны быть в земле. И он это может объяснить. И для него это нормально. То есть там чистая логика. И он этой следует логике понимает, что да, людей что-то много, надо поредить ряды. Отсюда же вырастает, если логика в гордыне, тираны, то есть так же ведут жестко. При этом, вот если там взять, например, Сталина, ведь вся страна его ненавидела, все его окружение его боялось, но он все равно шел вот своей дорогой. И если бы у него к этой логике были и чувства, он бы уже давно понял, что как бы он вообще в этой войне один. Он один против всех. Когда закрывается вот чувство, соответственно, получается, ты как, ты можешь нестись куда-то, не чувствуя, что окружение от тебя отвернулось, что ситуация уже давно изменилась, и ты просто прешь в какую-то бетонную стену и разбиваешься. Отсюда появляются такие лидеры, которые разрушают компании, приводят к убыткам. Они вроде и сильные, у них вроде развито логическое мышление, они там харизматичны, но вот ведут просто в стену. Отсюда же возникают такие люди, как маньяки, причем это не те маньяки, которые потом страдают, ну, там, например, у него зашкалило чувство какой-нибудь там злости или ревности он убил и потом раскаивается. Нет, те, которые маньячат, но при этом чувствуют, а я молодец, а я все правильно сделал, вот ее надо было изнасиловать, так и надо. То есть, получается, логика вся говорит о том, что вот здесь нужно сделать вот так, и это правильно. А гордыня закрывает обратный ход, то есть, я лучше всех знаю и молчите. Отсюда же вырастают люди, которые бьют своих детей, жену. Тут, конечно, больше сейчас вырисовывается мужской портрет, но у женщин этого тоже хватает, хотя, конечно, меньше, потому что все-таки логика это про мужчин, а чувства это все-таки девушки, не то, что их чувств у девушек больше, просто они дают вот этой сенсорике существовать в их теле, то есть, они дают ей считывать информацию, получать, то есть, и передавать, выражать чувства вовне, и принимать, и они опираются на эту информацию. И вот сегодня, когда я работал с клиентом, мужчина, самая большая для него опасность была в том, что если я буду выражать свои чувства, я объясняю, что ты про чувства, то вот мое поведение будет как у девушки, то есть, я как женщина себя буду вести, а чувства это что-то такое, то есть, вот как у меня эти чувства ощущаются, я их не всегда выражаю, потому что, ну, еще я шел в обратную сторону, то есть, совсем блокировал, у меня, когда я их отпускаю, они очень сильные, и чувства настолько сильные, что иногда просто слезы полились, не от счастья, не от радости, просто потому что много, вот там, какое чувство поднялось, прям чувствуешь, что тебя волной просто смывает, и оно очень у меня резкое, вот, как будто штиль-штиля, потом как такой цунами, и тебя понесло, вот, у него, оно может быть иметь другую форму, но чувства, когда сильные, получается вот такая чувствительность, она пугает, что я не как мужчина, вот, сказал, все суки, делайте, как я сказал, слушайте папу, папа знает, и, когда, вот, типа, вот такое поведение, оно самое правильное, и вот, нужно именно вот так, мужик должен себя вести именно вот так, ну, как раз вот такие мужики, и получается, что потом страдают от своей твердолобости, идут, где заведомо дорог нет, где они будут собирать много шишек, страдать, и другим тоже доставят массу дискомфорта, поэтому, как мы с ним искали метафору, для того, чтобы он просто понял, о чем я говорю, как мужчина, его мужской стержень никуда не денется, у него есть также цель, цель, как у мужчины, она достаточно большая, амбициозная, но при этом, он, так как он хорошо считывает поведение людей, понимает их эмоции, понимает их желания, которые они могут сами даже не понимать, он может их не идти на пролом, как он всегда хотел, я хочу, как мужик, просто тереться вперед, а отгибая, мягко лавируя и идя вперед. С другой стороны, получается, если есть только логика, например, я у себя культивировал, то в шторм будет вообще отличным. Получается, например, что-то случается вовне, связанное с окружающими людьми, миром, деньгами, неважно с чем, но у тебя чувства закрыты, есть только логика, ты себе, например, объяснил их поведение каким-то образом и включил для себя нужную себе музыку, отсакрылся от внешнего мира, все там штормит, лодку может перемещать вправо-влево, но у тебя внутри лодки все спокойно, как будто ты там натянул тент, а внутри у тебя музычка играет, там все хорошо у тебя, но при этом ты не знаешь, куда несешься, ты не видишь, где там скалы, куда тебе сейчас выбросит, разобьет ли они или нет, у тебя там все вот такая идиллия. Да, этим можно пользоваться, то есть отключил все чувства, мне без разницы, что чувствуют окружающие люди, какие у них цели, планы и задачи, отключил свои чувства, чтобы не чувствовать свою боль, я еще пользовался тем, что включил позитивные чувства, просто вызвав их механически, и все, вроде как в шторм все окей, но при этом создаются проблемы, что то, что ты не чувствуешь окружающих людей, то, что ты нормально с ними не можешь общаться, нет глубины, нет ощущения принадлежности и важности, и ценности, и вот, например, я когда сегодня проводил сессию, я действовал не по четкой логике, а по ощущениям, как клиенты провести, и это была самая, наверное, для меня приятная сессия за год, а на два раза меня прошибала по чувствам, то есть прям вот оба, то, ага, я попал, и вот прям в жук волна такая, вот, с другой стороны, конечно, если мы говорим про чувства, про сенсорику, когда мы позволяем всему этому бушевать внутри, опасно, что ты это все не контролируешь, потому что это реально не контролируется, то есть, как у тебя, какое чувство пойдет, вообще непонятно, встает вот такая большая проблема, есть же люди разные, есть люди, которые хорошие, добрые, и ты позволяешь, впускаешь их чувства к себе, выдаешь в окружающий мир чувства, и они их принимают, и вам вместе хорошо, но есть люди, которые готовы будут тебе доставить боль, и, ну, рано или поздно ты на них наткнешься, это просто вопрос времени, ну, потому что ваши цели могут не совпадать, и ему нужно будет обратное, нежели тебе, и выражая чувства с этим человеком, и считывая его чувства, ты можешь наткнуться на то, что будет больно, этот человек может сделать больно, ну, когда ты выражаешь чувства, ты обнажаешь себя, показывая, какой ты есть на самом деле, и те могут такой осиновый кол в грудину вколотить, пока ты руки растаял в разные стороны, вот, насчет этого, чтобы было понятно, и не бояться выражать окружающие чувства вовне, вот эти все шторма, если вы посмотрите на окружающих людей, шторма обычно приходят от людей, не от мира, то есть, очень редко, когда окружающий мир доставляет нам действительную боль, потому что окружающий мир, ну, он может дождиком полить, он может снегом там, он может температурой, может там цунами, землетрясение, ну, в общем, это очень редко, то есть, в моей жизни это можно пересчитать там на пальцах одной руки, когда окружающий мир реально угрожал, но окружающий мир сюда можно и животных приплюсовать, но все равно очень-очень редко там, или какой-нибудь, кто-нибудь укусил, типа какой-нибудь там, комар малярийный, или там, змея, в общем и целом окружающий мир вот может раскачать нашу лодку, ну, может быть, в 5% случаев из 100, во всех остальных случаях будут люди, люди будут фигурантами вот нашей буречувств, и вот если вы посмотрите на оставшиеся 95%, вы увидите, что все эти события по большей части они не возникали вот на пустом месте, вы либо подогревали этих людей, либо вы их находили и не чувствовали, что вот с этим человеком вот лучше вот прекратить, то есть вы не смотрели, не опирались на свои чувства, что здесь вот наверное уже все, вот дальше этого не стоит идти, вы же все равно шли, то есть так или иначе бразды правления вот за эти ситуации, они все-таки были у вас, это можно сказать по изнасилованиям у девушек, ситуации с изнасилованием, они не начинаются на пустом месте, обычно там что-то этому предшествовало, там девушка ходит не в тех местах слишком поздно, или носит как-то одежду, что вот ей прилетают какие-то похабные шуточки, она это все игнорирует, 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 и потом прилетает вот такая мужская жесткая энергия, что я мужик, я сделаю, как мне нравится, а ты женщина, и ты будешь это терпеть. Вот если не закрываться от вот этой сенсорики, то это все, вот если вы просто сядете и посмотрите на все эти события вот с позиции как я это все создал, какие были до этого знаки. Вот эти чувства, которые вы можете и считывать, и выдавать, это очень важная штука. Для тех, кто хочет как-то в этой теме, не знаю, может быть, найти какие-то подтверждения, возьмите книжку «От хорошего к великому», которую написал Джин Коллинз. Это, короче, одна из самых топовых бизнес-литератур по они делали исследования самых успешных компаний и выделили критерии, по которым компания может долго существовать, приносить большие деньги. И первый, самый важный критерий был лидер. А у лидера самый первый важный критерий был скромность и мягкость. И вот подумайте, почему у лидера это самое важное. Скромность и мягкость. Я дам подсказку. Скромность и мягкость это не про коммуникацию, это как раз про чувства, это про принятие, а принятие это что такое? Это те же самые чувства, ты позволяешь входить в себя информацией и ты позволяешь ее выдавать. и вот эти лидеры, которые выводили компании на большие деньги, большие доходы, скромность, мягкость у них сочеталась с целями, то есть они видели свою цель и они к ней двигались, при этом оставляясь скромными и мягкими. То есть они очень хорошо чувствовали людей, настроение, обстановку, клиентов, позволяли своей личности это считывать и при этом мягко вели к цели. Я думаю вам будет над чем подумать, если у вас сенсорика достаточно развитая и то, что я говорил вам у вас откликается, я бы вам рекомендовал вот с тем спектром чувств, которые у вас есть, понаблюдать за ним и понять, что то, что вы чувствуете во-первых, это очень большой плюс вам, потому что вы можете давать такую глубину, которую другие не могут дать. Я когда общаюсь с разными людьми, вот есть люди, к которым никто не пойдет за советом просто поговорить, а есть люди, к которым ты начинаешь разговаривать и сразу чувствуешь, пошла глубина ощущения, что я его знаю давно. И вот эти ощущения возникают именно с такими людьми, у которых развита сенсорика, если они не блокируют это, если они позволяют чувству впускать себя и выпускать. Это все, что я хотел на сегодня рассказать. С вами был Олег Демитров. Всем пока. Редактор субтитров